Доброго времени суток, дорогие подписчики и случайные зрители этого канала. Сегодня у нас будет небольшое видео, я вам расскажу о вот таком вот наборе инструментов от Equipe. Это 521 Мастер Кит В2 и Ковен Гивз попросил очень сильно просто показать, какие существуют головы для игла. Это сменные базы, что их тут по две и какие они вообще бывают. Быстренько тоже вам все это покажу. Теперь мы переместимся на стол и все это внимательно рассмотрим. Итак, здесь у нас сейчас представлено 8 видов самих сменных баз для игла. Немножко рассмотрим саму упаковку. Здесь у нас на ней написано, что это дуал, допустим, как здесь у нас это двойной койл, двойная база, сопротивление, материал Кантал А1 и от скольки до скольки парить 40-70 Вт. В каждой такой упаковке находится по два таких испарителя, таких сменных базы. На самой упаковке написано, что это за название данного, допустим, данной базы, данной намотки. Здесь написано Fat Clapton. Ну, по крайней мере, в китайском понимании того, что они сюда намотали. Собственно говоря, сам Fat Clapton ничего особенного, как по мне, обычный фьюз. Также обратите внимание, что сами койлы намотаны с промежутками между витками. Это Space Coil и желательно его сжать, то есть прожигая, прижимать друг к другу. Ну, это как по мне. Дальше у нас идет обычный Клэптон, две спирали. Здесь у нас сталь 316, это на термоконтроль. Здесь промежутки витками должны быть, это нормально. Хотя на стале можно, опять же, и микрокойл использовать. Здесь у нас находится обычный Клэптон на одну спираль, сама база. Здесь у нас находится Fat Clapton, тот же самый фьюз, опять же, на одну спираль. Здесь же у нас Клэптон тоже, но только уже с сопротивлением 0,4. И последние две базы у нас называются Caterpillar Track или Track, в общем, гусеница. Рассмотрим их немножко поближе. Здесь уже идет по 4 жилые основания и все это поверх тоже чем-то перемотано. Чем не указывается на самом описании, но вот как есть. Также сама упаковка у обеих вот этих спиралек одинаковая, а количество витков разное. Я не знаю почему, но вы тоже можете с этим столкнуться. А теперь быстренько рассмотрим сам набор 520. Первый Мастер Кит В2. Приходит он в такой вот упаковке, запечатан он герметично. Здесь я уже сорвал пленочку, ну и здесь он закрыт. Это так, на всякий случай, если кому-то пытаются впарить просто без упаковки. Ну, то есть уже вскрытый. Все это на молнии. Довольно-таки маленький, кстати, такая сумочка. Очень приятного, хорошего качества. Тут вопросов вообще нет. Значит, мы когда открываем, мы сразу же видим, что мы видим омметр. Здесь к нему мы сейчас вернемся. Видим набор отверток. Здесь у нас есть отсек для того, чтобы мы могли положить там наш кантал, вату и все остальное. Здесь мы откидываем. Еще находятся утконосы, узкогубцы. Их по-разному называют. Здесь находятся кусачки с тонким носиком. Ножницы и керамический пинцет с таким вот отверстием, на которое мы можем, допустим, если у вас не снимается бак, мы можем его одеть, прижать. То есть она прорезиненная и будет очень удобно снять это все дело с модой или открутить, если у вас заклинило. Начнем сразу же рассматривать это все с данного пинцета. Здесь тоненькие длинные носики. Очень тоже приятно. Но хотя я знаю, что многие предпочитают не пинцет не с тонким носиком, а с такими толстыми, чтобы зажимать очень такие крупные спиральки, ими гораздо удобнее. Но зато этими удобно укладывать ватку где-нибудь в саму дрипку, уложить, поправить. Ну вот так вот как-то. Очень такие прикольненькие пинцет. Дальше у нас идут ножницы. Ножницы очень классно сделаны. Они прошли такое себе боевое крещение по нарезке вот таких вот наклеек, которые будут у меня на Вейп Экспо. То есть все это я резал вручную их вот такими вот ножницами. И как вы можете заметить, нигде они не разболтались. Они не потеряли свои режущие свойства. Ножнички очень классные, очень удобные. Также здесь у нас идут кусачки. Тоже очень неплохие. Я ими попользовался чутка. Да, все классно. Тоненький носик. Очень удобный. И такие вот утконосы, узкогубцы. Для того, чтобы было удобнее наматывать какие-то жирные спиральки, что-то подтянуть или еще что-то такое. Значит, внутри здесь нету никаких зубчиков. То есть если на обычных утконосах они есть, и это в принципе портит то, когда вы зажимаете саму спиральку и наматываете. То есть эти зубчики ее портят. Здесь же нет. Вся поверхность полностью плоская. Здесь даже нет кусачек. Это очень хорошо. Подумали вот такую вещь закупить именно для вейпинга. Потому что для вейпинга они будут именно очень хороши. Дальше у нас идет набор отверток. Здесь они будут играть еще и роль как оправы. Здесь у нас идет 1,4. 2 мм диаметром. 2,8 мм диаметром. 1,8 мм диаметром. Здесь уже звездочка. Там были плоские. Значит, дальше у нас идет 2,4 мм диаметром и 3 мм диаметром. И для того, чтобы проверить вообще, какой же здесь диаметр на самом деле, пишется 3 мм. Замерим это все штангенциркулем. И здесь у нас пишется 2,96. Опять же, штангенциркуль тоже может давать небольшую погрешность. В принципе, да, 3 мм. Теперь рассмотрим сам омметр, который здесь у нас находится в комплекте. Также данным омметром можно еще и прожигать спиральки. Здесь вот есть кнопочка пуск. Прожечь можно. Мощности здесь мало, но в принципе хватит, чтобы ее просто разогреть, поправить на малых мощностях, как и нужно. Здесь у нас находится USB разъем, через который мы можем заряжать аккумулятор, который мы можем сюда установить. Аккумулятор сюда влазит 18650. В принципе, у многих он есть. У вейпера он обязан быть. В комплекте его, конечно же, нет. Крышка держится очень хорошо. Здесь есть резиновые накладки, которые не позволят просто так гулять вашему омметру прожигалки по столу. Самим переключателем мы можем переключиться или в режим посмотреть, сколько у нас сопротивления выдает данное устройство. И здесь мы видим еще сбоку, это заряд нашего аккумулятора. Вот в этих делениях. Чем меньше, тем, конечно же, меньше заряд. Или, опять же, прожиг. И когда мы будем прожигать, ну, это сейчас он не накручен, выдает ошибку, будет показываться также его сопротивление, которое сейчас находится и в момент прожигания. В принципе, очень прикольная вещица. Классная в этом комплекте. А теперь наверх и немного поговорим вот о этом наборе. Ну что ж, что я могу сказать вообще по этому набору? Как по мне, показалось, это больше набор для любителей мехмодов. И для любителей тех, кто мотает на отвертке вместо оправы, там, койл джига. Я уже приспособился как-то вот больше к койл джигу с оправками. Я... ну, мне просто удобнее это. Те, кому нравится мотать на отверточку, этот набор будет вообще зашибись. По качеству инструмента вопроса вообще нет никакого. Вообще все на высоте, все очень классно сделано. Нигде ничего не шатается, не разваливается, все отлично. Так что вот такой вот коротенький видосик. Надеюсь, вам было интересно, эта информация полезна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Всем пока. И да, да, для тех, кто будет писать в комментариях, что у меня в руках мехмод. Да, у меня в руках мехмод. Вот мехмод Эйбл. И здесь у нас гравировочка от Олега Ювелира. Подробнее вы все увидите уже потом в Инстаграме, ВКонтакте и так дальше. Продолжение следует.